МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире МТВ программа День района, и мы с вами находимся в Кировском. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и начать хотелось бы с того, как прошли празднования самого главного зимнего праздника в одном из южных районов. Основные новогодние гуляния прошли у Центра культуры и досуга «Авангард». Поздравить взрослых и маленьких жителей Кировского района приехали Дед Мороз, Снегурочка, символ приходящего года Тигр и другие сказочные персонажи под эгидой снежного десанта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ожидание сказки и встреча главного новогоднего волшебника, который исполняет мечты, один из самых важных моментов в жизни каждого ребенка. И чем необычнее и сказочнее получится поздравление, тем ярче заполнится этот праздник. Станет под елочкой дружный хоробот, весело, весело встретим Новый год. Утром 30 декабря взрослых и маленьких жителей Кировского района ждали сказочные персонажи, знакомые и любимые всеми с самого раннего детства. Дед Мороз, Снегурочка, Ёлочка, Баба Яга и Кощей Бессмертный звали всех желающих присоединиться к всеобщему веселью. Всех героев сыграли работники и воспитанники Центра культуры и досуга «Авангард». Среди артистов есть и дебютанты, которые от всего сердца хотели подарить сказку волгоградцам. Раньше я просто был задним фоном для выступления, просто танцевал на задних фонах для таких мероприятий. А сейчас даже получил роль. Нужно зарядить детей на такой позитив, чтобы они радовались со всех сторон и ждали того самого Дедушка Мороза, который придет к ним ночью и отдаст им подарочек. После общения с любимыми персонажами на площадку пожаловал уже всем известный снежный десант. Праздничный флешмолк артистов ДК Трехтарозаводского района в костюмах фьёков понравился многим жителям города-героя. Поздравили районов пять. Сейчас будем дальше ездить по Кировскому, поздравлять народ. И осталось, наверное, точки района три. У вас в самом деле какое настроение у артистов? Новогоднее, веселое, праздничное. Мы готовы заряжать детей, дарить им радость. Не устаете? Нет, нам это делает даже в радость. Зажигательные танцы и веселые мелодии не могли оставить равнодушными никого. В пляж шли не только артисты, но и дети, и взрослые веселились от души. Праздником остались довольны все. Мне понравился праздник. Скажи, кто тебе понравился? Снегурочка. Конечно, это нужно для развития детей. Очень прям так, в этом году прям всё так красиво, всё прям очень хорошо. Очень нравится. Сразу новогоднее настроение. Очень здорово. Нам очень нравится. Скажи, нравится тебе праздник? Вообще замечательно. Не каждый год у нас здесь такие праздники проходят. Для детей это вообще новогоднее настроение, для взрослых тем более. Тем более в наш сейчас сложный период времени. Погода сегодня отличная. Настроение тоже классное. Предновогоднее, да, девчонки? Хотим повеселиться, покидаться снежками, увидеть представление. Спасибо нашему авангарду за предоставленное мероприятие. Вот, в общем, всё хорошо. Ну а после сказочного представления каждый желающий смог под ёлочкой сфотографироваться со своим любимым сказочным персонажем. Дедушка, давайте. Ну и после окончания праздника жители Кировского района долго пребывали под впечатлением и не спешили расходиться. Артисты создали такую веселую и сказочную атмосферу, что праздничного настроя хватит не только до боя курантов, но и на все новогодние каникулы. Наступивший 2022 год шокировал волгоградцев неожиданной новостью. Теперь с 1 января 2022 года ряд автобусов и троллейбусов начали следовать по измененным маршрутам. Среди них автобус номер 55, которым чаще всего пользовались жители Кировского района, чтобы добраться в центр города. Насколько сейчас комфортно живётся жителям Южного района, узнаете в нашем сюжете. Потоки как-то неудачно распределены. Пассажирам стало неудобно. Пройдите вперёд! Чуть-чуть вперёд! Да что такое! Уехать Виктору Малинскому с остановки не удалось. Не смогла попасть в салон автобуса и Варвара Кальжанова. В период новогодних праздников сотрудник завода «Нефтемаш» продолжала работать, поэтому изменения в транспортной схеме, которые начали действовать в Волгограде с 1 января 2022 года, смогла оценить одной из первых. Новая схема движения автобусов по 55 маршруту женщина устраивает, однако интервал движения, по её мнению, требует корректировки. Вот видите, сколько людей, и не факт, что мы влезем. Окей, мы влезем, на следующих остановках люди не влезут. Приходилось, ну, один раз вообще такси вызывать, второй раз было опоздание. Да, это чревато неприятностями от работодателей. Ждать следующего автобуса кировчанам пришлось больше 40 минут. В этот промежуток времени мимо пассажиров проследовал лишь пустой 55-й с неактивным таблом. Согласно расписанию, с 6.30 до 8.00 утра должен быть предусмотрен минимальный интервал между рейсами. Однако, по данным сервиса «Яндекс.Карты», в половине восьмого автобуса 55 маршрута в явном дефиците, тогда как спустя полтора часа транспорта в избытке несколько автобусов следует вплотную. В салоне автобуса как раз те, кто не успел или попросту физически не смог уехать раньше. Но волгоградцы уверены, трудности временные и отмечают в новом маршруте плюсы. Предупредила на работе, что задержусь. Вот второй раз, спокойно села, пустой автобус. Ну, спустя уже час, наверное. У меня плюс один, что я живу ближе к Кинокирово. Мне удобнее садиться, скажем, ближе. Распорядок движения транспорта свои коррективы вынесла и непогода. И если с севера Волгограда добраться до центра было еще возможно, то юг города в час пик встал в километровых пробках. По этой причине интервал движения общественного транспорта увеличился. Я вот опаздываю, уже полтора часа стою. И все время так всегда. Стало меньше ходить транспорта, гораздо меньше. Интервалы стали больше. 25-й идет хорошо, 20-й ходил хорошо. А 21-й надо пустить чаще. По мнению жителей, троллейбусы, следующие по маршруту номер 9 – наиболее удобный маршрут для того, чтобы попасть со второй продольной и северной части города на первую в центре без пересадок. В 8 утра в поле зрения пассажиров. На улице Багунской сразу три троллейбуса. Но все стоят в пробке. За 15 минут – это первый троллейбус. Да, и он, он еще там неизвестно, когда потихоньку, потихоньку. Они ходят всегда так или только сегодня, потому что их нет? Они всегда ходят битком, битком. То есть здесь не уехать просто. Вот если ты влез в маршрут, тебе повезло. Маршрутки, как и другие виды транспорта, переполнены. Двери перед пассажирами водители не открывают. На вопрос о причинах отвечают просто. А где вы заполнились уже так плотно? На какой остановке? Везде. Вопрос доработки изменений транспортной схемы стал центральной темой обсуждения расширенного совещания Комитета Волгоградской городской думы по дорожному хозяйству и транспорту с участием членов профильной комиссии Общественной палаты Волгограда. Обе стороны согласны, что комплексная транспортная схема – это гибкая структура, в которой возможно найти баланс между пассажирами и перевозчиками. Чтобы понять, как изменяется транспортная схема, почему, по какой логике. В то же самое время мы видим напряжение на определенных участках, где люди не могут уехать. И вот эти серьезные вопросы сегодня будем обсуждать, принимать решения для того, чтобы все-таки передвижение граждан было удобным, комфортным и быстрым. Люди не опаздывали на работу. Узкие места будут поправлены, и графики скорректированы, транспорта будет добавлен. И эта ситуация выровняется. Сейчас делается большая работа, сейчас привлекаются студенты, сейчас привлекаются специалисты, которые смотрят за трафиком, за наполнеемостью. В любом случае идеальный вариант, который будет подходить как перевозчикам, так и нашим гражданам, будет найден. Руководитель профильного комитета Гордумы отметил, что на рассмотрении уже находится вариант подключения к карте «Волна» маршрутных такси. Это позволит отслеживать в онлайн-режиме соблюдение графика частными перевозчиками и регулировать режим их работы. Ситуация с изменением транспортной схемы в Волгограде находится на контроле специалистов и будет дорабатываться с учетом мнения жителей города-героя. И вновь возвращаемся к хорошим новостям. Теперь жителям Кировского больше не придется обращаться в отделение МФЦ других районов Волгограда. После капитального ремонта многофункциональный центр «Мои документы» открылся на улице имени 64-й армии. Его привели к единым навигационным стандартам. В обновленном помещении специалисты будут принимать посетителей в 29 окнах, используя сканер с автоматическим вводом данных. Открытие многофункционального центра стало одним из этапов реализации пятилетнего плана развития сети МФЦ. Подробнее в нашем сюжете. У этого современного комфортного центра непростая история. В 2020 году филиал пришлось закрыть. Здание было в плачевном состоянии. По итогам одного из приемов граждан, глава региона поставила задачу привести помещение в порядок и возобновить работу единых окон для жителей Кировского района Волгограда. Надежда – социальный работник. Ей часто приходится обращаться за оказанием государственных и муниципальных услуг. Так как я осуществляю уход за пожилыми людьми и очень много нужно всяких разных документов, ездила очень часто в советский район. Было очень кировчанам неудобно добираться в другие районы, тратить время и средства. И мы очень благодарны. Все 29 окон Кировского филиала МФЦ полностью готовы к приему посетителей. Ремонт завершен. Установлены оргтехника и мебель. В едином стиле мои документы, оформлены холлы. Проведена работа в части укрепления фасадной части, укрепления полов перекрытий, внутренних перегородок. Ну и, соответственно, приведение в соответствии с брендбуком, оштукатуривание стен, окрашивание стен. Мы видим замена потолков, вентиляционная часть системы отопления. Достаточно грандиозная работа была проведена. Ежемесячно здесь смогут получать услуги более 15 тысяч жителей Волгограда. Для удобства посетителей и персонала в офисе «Мои документы» предусмотрен детский уголок. Помещение адаптированное для пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья. На втором этаже служебные помещения, где обеспечены достойные условия труда и отдыха. Есть разные комнаты, два гардеробных помещения. У нас есть отдельный бэк-офис, у нас есть столовая, где мы сейчас находимся с вами. Оснащенная со всеми предметами быта, нужными. Есть отдельное помещение для хранения картотеки архивной. Гораздо быстрее теперь будет проходить обработка заявок. На рабочих местах специалистов установили специальный сканер для считывания паспортных данных. Пока это пилотный образец, в дальнейшем его планируют распространить для использования на всю сеть МФЦ. Сканирующее устройство паспорта, которое сразу вносит все паспортные данные в информационную систему. И специалисты в окне не тратят время руками для того, чтобы набить там паспортные данные. Восстановление Кировского отделения МФЦ стало стартом новой пятилетней программы развития и модернизации региональной сети МФЦ. Задачу разработать соответствующий план губернатор поставил во время посещения нового центра на Спартановке в феврале 2021. В ближайшие годы на эти цели направят около 600 миллионов рублей. Количество обращений жителей региона за оказанием услуг в МФЦ постоянно растет. В 2021 году их было 3 миллиона 600 тысяч. Почти на 800 тысяч больше, чем в 2020. Поэтому важно повысить доступность услуг. Еще одна задача – выдерживать стандарт ожидания в очереди не более 15 минут. Сегодня в регионе работают 50 офисов МФЦ, действует 865 окон приема и выдачи документов. Заявителям доступны более 250 государственных и муниципальных услуг. Более 180 видов услуг могут получить юридические лица. Для них работают 16 бизнес-окон. Перечень сервисов и форматы их предоставления постоянно совершенствуются. В Волгоградской области одной из первых в России внедрили криптокабины. Четыре таких комплекса установлены для упрощенного оформления загранпаспортов. В любом МФЦ региона можно получить сертификат нового образца о прохождении вакцинации от ковида. Такой возможностью уже воспользовались свыше 72 тысяч жителей. Долгожданный подарок, который подоспел аккурат к Новому году. В Волгограде владельцы квартир в одном из некогда проблемных долгостроев готовятся к заселению. Это один из домов в жилом комплексе Европейский. Замороженное его строительство было, по сути, так и не начавшись. На стадии котлована и несколько сотен семей, вложивших в квартиры немалые средства, оказались в числе обманутых. Восстановить справедливость помогло то, что в решение проблемы незавершенных строек включились региональные власти. И некогда обманутые недобросовестными застройщиками люди все-таки получают свои квартиры. Не просто сложный, а тяжелейший объект. Сегодня начало этой истории, которая растянулась на несколько лет, вспоминают уже с улыбкой. И сами владельцы квартиры, застройщик которому передали казавшийся безнадежным объект. Строительство многоэтажки по улице Гаря Хохолова замерло, едва начавшись на стадии котлована. Сказали серьезные финансовые нарушения строительной компании. Потерять и деньги, и надежду на собственные квартиры смогли несколько сотен человек. А вот во всем жилом комплексе Европейский таких проблемных домов было 12. В решение проблемы долгостроев активно включилась региональная власть. Людей, оказавшихся буквально в безвыходной ситуации, не оставили с бедой один на один. Механизм, позволивший восстановить права почти 1400 человек, был найден. И теперь владельцы квартир уже строят планы на ремонт. Ситуация с жилым комплексом Европейский все это время была на личном контроле губернатора. Он неоднократно выезжал на объект, встречался с дочниками и потенциальными застройщиками. По инициативе администрации области был принят региональный закон, позволяющий направить бюджетную субсидию на завершение строительства объекта. Несены другие меры поддержки. Работы возобновились в 2018 году с привлечением добросовестного застройщика. И на сегодняшний день восстановлены права 745 дольщиков жилого комплекса. Проблема долгостроев в регионе стояла довольно остро, а это было 7 лет назад. Вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки. И только за 2020 год ключи от новых квартир получили 1453 человека, а в 2021 уже 1585. Когда мы начинали решать эту проблему, то более 110 многоквартирных домов оказали в такой ситуации. 110. В них проживало более 10 тысяч семей. И сегодня, на сегодняшний день, именно подводя итоги этого такого года, можно сказать, что 8800 семей в целом получено жилье. У нас осталось 1200 человек. 1200 человек, когда еще раз, это, конечно, очень много. Да, это, конечно, очень много. И задача, которую мы перед собой ставим, это задача в 2022 и в 2023 году в полном объеме решить эту постыдную проблему для строительного комплекса Волгоградской области проблемы. И мы эту проблему решим. В первом квартале следующего года мы еще 360 человек получат жилье, у нас останется совсем немного. Остается порядка 1200 человек участников долевого строительства. Тоже немало, но задача выполнимая. Например, в европейском в следующем году планируют достроить еще два дома. Они самые сложные из всего комплекса. У них был низкий уровень готовности, отсутствие документации, требовался огромный объем финансовых средств. Сегодня эти объекты начали строиться. Финансовые средства находятся на счетах компании-застройщика. Работы идут высоким темпом. В целом же, разработанный комплекс мер и индивидуальный подход к решению достройки проблемных объектов позволили с 2014 года ввести в эксплуатацию 93 долгостроя. 8 825 семей восстановлены в правах. Среди объектов ЖК «Доминант», «Изумрудный город» в Краснослободске, дома на улице Чуйково, многоквартирный дом на Лавочкино-7, жилой комплекс «Алфавит», «Адмиралтейские династии» и многие другие. Пока это все новости Кировского района за последние несколько месяцев. Каким будет он и наш город, зависит только от нас. Соавтором программы «День района» на МТВ может стать каждый. Свои вопросы и предложения присылайте на электронный адрес. Это был «День района» Кировский. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok